Весёлые истории 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 Платошенька… Детка, а что случилось? Вообще наглёшь! Прикинь, бабуль, иду я после школы по улице… О, господи, какой кошмар! Слушай, он хоть не ушибся? Да не! Прям конец света какой-то… И это твой лучший друг, Славка Щукин… Ага… Друг! Вот там он мне в нос и врезал, а я ему за это в ух отдал! А-а-а! Платошенька, ну как же так? Ты же мог инвалидом остаться! Вы же всё-таки друзья! На, ешь! Бабуль, всё нормально! Это уж я потом ему штанину оторвал! После того, как он меня под глаз коленом двинул! Слушай, ну а вы-то потом помирились? Бабуль, да ты чего? Мы даже и не ссорились! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Товарищи! Враги узнали, что у нас есть сверхсекретное оружие! Кажется, среди нас есть шпион. Разрешите, товарищ генерал, предлагаю этот секретный пакет оставить на видном месте. Шпион обязательно возьмёт его себе. И тогда... Ну где Зыкин со своим стартовым пистолетом? Зыкин заболел. Как заболел? А кто выстрел делать будет? Я сам опал принёс. От деда остался. Но это очень опасное задание. Шпион хитёр, коварен и волшеб. Ты ведь пользоваться этим умеешь? Да что тут уметь? Пороха насыпал, да и поджёг. Ну, иди, сынок. Ладно, на слова. Ты попался, шпион Гадюкин, бабахнешь. Угу. Я вас вижу! А вы не видели здесь сверхсекретного пакета? Нет. Нет. Ничего такого я не видел. Я вообще сюда случайно зашёл. Дверью ошибся. Давай быстрее. Ты попался, шпион Гадюкин! Давай. Ты попался, шпион Гадюкин! Давай. Ты попался, шпион Гадюкин! Саша, давай! Ну что? Сыпь больше пороха! Да! Я попался! Что-то здесь не так. И сейчас ты умрёшь! Ну, Саш! Он попался! Сейчас! Сыпь доверху! Сейчас! Сделай что-нибудь! Пусти! Давай! Не мешай! Не надо! Давай! 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 Не выходи! Шпион попался! И от этого повисался! А потом застрелился! А-а-а! У-а-а! А-а-а-а! Ну-а-а! Тоже, позже! А-а-а! 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 Наши победили! А-а-а! Продолжение следует... А, книжки туда. Ага. Перед вами выступает Александр Зайкин. Международный циркач. Закон подлости. Какой еще закон подлости? Это когда неприятность может случиться. Она обязательно случается. Интересно. И как же это? Ну, смотри. Как должен упасть бутерброд? Да хоть как. Как захочешь, так и упадет. Ежу понятно. Маслом вниз. А давай проверим. Давай. Маслом вверх. Маслом вверх? Давай еще раз. Давай. Маслом вверх. Это все колбаса виновата. Ага. Еще раз. Давай. Это все колбаса виновата. Ага. 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 Маслом вверх или маслом вниз? Не знаю. Да. Маслом вверх. Маслом вверх? Как это? Ты неправильно кидаешь. Ну, Зайкин, ты попал! Зайкин, ты попал! И тогда он понял, что там бесконечная энергия. И тогда он решил эту энергию использовать только для добрых дел. Представляешь? А вот скажи, Сидоров, ты бы смог сделать доброе дело? Для тебя? Пожалуйста. Тогда закрой вон тот люк. А зачем его закрывать-то? А вдруг забыли? Без проблем. Сейчас закрою. Ну, ты довольна? Ага. Ну, так вот, когда он разрушил эту базу, ну, куда он прилетел, к бандитам. А вдруг там работают? Где? В люке. В люке? Ага. А, в люке? Ага. Ага. Ну, теперь ты довольна? Ну, так вот, когда он всю базу разгромил, он снова пришел туда. А вдруг туда кто-то упадет? Куда? В люк. В люк? Ага. Ура! Хорошо. Ну, ты довольна? А вдруг туда уже кто-то упал? Ура! Ура! Ну, теперь ты довольна? А вот теперь надо проверить, нет ли там кого-нибудь. Ура! 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 Эй! Там внизу кто-то есть? Ну, нет там никого. Слышишь? Что? Шум какой-то. Где? Там. А! 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 А вот теперь там точно кто-то есть. А'! А! 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 чтобы я еще хоть раз, хоть раз сделал доброе дело. Дорога! Я завтра по телику буду петь! Все смотрите! Чижов, это что за вопли? Ты где находишься? Ой, Анна Ивановна, я вас не заметил. Очень плохо. А, Анна Ивановна, так вы тоже завтра смотрите. Вы еще не слышали, как я классно пою? Ты будешь петь, Чижов? Ну да, с хором, в прямом эфире. Я рада, Чижов, что ты хоть в этом преуспел. Анна Ивановна, а хотите, я вам привет по телеку передам? Ну, передай. Я подмигну. Это будет привет вам. Слушай, а ты на каком канале-то будешь? Ну, на самом главном, конечно. Что, правда? Ну да. А что ты будешь петь? Ну, завтра узнаешь. Чиж, слушай, а ты можешь мне тоже привет передать оттуда? Да неужели я своего другана без привета оставлю? Да я для тебя... Ну, с почешом. Во! Забились. Забились. Спасибо. Эй, девчонки, кому по телеку привет передать? Ой, мне. Не, не, еще мне. Принимаю заявки. Не, мне, мне. Ура! Следующий. Слушай, а ты можешь для меня в прямом эфире чихнуть? Ты почему вперед очереди лезешь? Вон иди. Последний. Будешь. А по два привета сказать можно? Нет, нельзя. Вишь, какой. Это на всех песни не хватит. Соблюдайте очередь, я сказал. Моз подчешу. Ну, откуда ты лезешь, а? В кончик. В кончик. А хочешь, я передам тебе привет? Хочу. Ты меня звал, Леха? Слышь, малой, тема такая. Когда ты там по телеку звездить будешь, сделай мне какой-нибудь тайный знак. Леха, я все понял. Я в затылке пришел. Это будет привет тебе. Давай, малой, жги. Вместе весело шагать По просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать Лучше хором, лучше хором, лучше хором Сколько станет перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка будет елочка Раз дощечка, да дощечка Будет лесенка Раз словечка, два словечка Будет песенка Вместе весело шагать По просторам, по просторам По просторам, по просторам И, конечно, припевать Лучше хором, лучше хор Лучше хором В небесах зали repas Кса. Эх, не успел. Серёге, Ленке, ведь фу, Антоке. Без руку не успел привет передать. Про Лёху забыл. Эй! Здорово! Ты чё такой грустный? Директрисе вызвали. Почему? Не знаю. Сказали злая на меня. Слушай, говорят, директриса от Пушкина балдеет. Она, когда начнёт на тебя кричать, то и Пушкина почитай. Она и успокоится. Ладно, давай. Анна Петровна, вызывали? Так. Ёлкин, ну-ка иди сюда. Иди, иди, иди. Что ты себе позволяешь, а? Ты посмотри, как ты учишься. Это же позор для всей школы. Сколько можно это терпеть? Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу ещё сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Ёлкин, это так неожиданно. Я же с тобой просто хотела поговорить о твоей успеваемости. У тебя ведь проблемы? Я вас любил. Любовь, ещё быть может, в душе моей угасла не совсем. Что ты делаешь, Ёлкин? Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу тревожить вас ничем. Печалить. Печалить вас ничем. Ёлкин, я прошу тебя, но мы же с тобой хотели поговорить о твоей успеваемости. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Ёлкин, миленький, но мы же с тобой хотели обсудить твои проблемы. Перестань, а? Я вас любил. Безмолвно, без... Так искренно. Так искренно, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим. Ай, Ёлкин, ну какой же ты хороший мальчик. Ну смотри-ка, вот и учишься неплохо. И ведёшь себя хорошо. Иди. Иди на урок, а то опоздаешь. Спасибо вам, Анна Петровна. До свидания. Да. Так, с Пушкиным мы разобрались. А теперь надо пустить слух, что я балдею от теоремы Пифагора. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Алло, Крайнова, ты стараста или где? Ты чего в онлайне висишь? А ну давай быстро уроки делай. А ну, скажи мне, кто там кроме Сидорова у нас болеет? А? Горшков и Шнуров, да? Давай, скидывай мне их адреса. Сейчас я их навещу тоже. Давай, да, связь. Да езжай! Да езжай! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Кто там? О, звонкий здоровый голос, да? Что и требовалось доказать, а, Венечка? Как здоровье? А вы кто вообще? Это я, твоя родная учительница Вера Андреевна. Открывай дверь, обманщик. Не открою. Это еще почему? А чем вы докажете, что вы моя родная учительница? Имя вы могли у соседей узнать? Да и родители против того, чтобы я с незнакомцами разговаривал. А ты посмотри в глазок, мой мальчик. Я очень твоя хорошая знакомая. Ой, что-то совсем ничего не видно. А, тогда спроси у меня про нашу школу. Все, что захочешь. Все, что я захочу. А как, например, зовут нашего школьного охранника? А? Шкак без антресолей. Открывай дверь, я тебе сказала. А как зовут нашего зауча? Медуза Гаргона ее называют. А как зовут нашего директора школы, Марк Ароныча? Кудрявый Макароныч. Ну, убедился? А как вообще называют нашу школу? Дурдом ее называют. Вот как. А какая у вас, Вера Андреевна, кличка в классе? А? Веранда моя кличка. Ты откроешь, Илья? Здравствуйте, Вера Андреевна. Да уж, Веранда. Чего уж там. Я вот сейчас пойду к твоим друзьям этому горшку и шнуру. Походу, они тоже такие больные. А ты завтра веник в дурдом к Макаронычу с родаками. Понял? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нечего тут по телефону болтать. Вижу, что ты уже не хочешь. Какая хорошая полянка, правда? Здесь у нас и будет пикник. Смотри, как здорово, как романтично, как в сказке. Улыбнись. Чего расселся? Кто за дровами пойдет? Мы что, без костра сидеть будем? Мальчик! Мальчик! Здравствуй, мальчик! Я заколдованная принцесса. Если ты меня поцелуешь, я превращусь в красавицу. Нет уж, спасибо. Одну я уже поцеловала. Субтитры делал DimaTorzok Осталось 30 минут. Маш, дай списать. Угу. Степ, дай списать. Чего? Ребята. Маш, ну дай списать, пожалуйста. Пожалуйста, сейчас. Ну пожалуйста, Маш. А учиться как следует, ты не пробовал? Ребята, не отвлекайтесь. А я тебе мороженое угощу. Сам ешь свое мороженое. Ребята, 10 минут осталось, поторопитесь. Дай списать. Сгинь. Да отстань. Дай списать уже. Я на дешевани все раскрою, поняла? Да иди уже, рассказывай. Кукушкина, ну ты что себе позволяешь? Ты где находишься-то? А Сидоров у меня списывает. Сидоров. Два. Я ничего не делал. Вот именно, что ты ничего не делал. Иди домой. Завтра с родителями придешь. Ну, Кукушкина, ты попала. Ну-ну, испугал. Иду. Ну-ну, Кукушкина, я тебя предупреждал. Это... Это... Это же я. А русский дашь писать? Все равно не дам. А вот... Субтитры подогнал «Симон»